День с толком В студии Андрей Дреер Приветствую всех, кто смотрит нас по телевизору И на нашем канале в ютюбе Подписывайтесь, ставьте лайки Участвуйте в обсуждениях Кстати, сегодня есть о чем поговорить Смотрите в этом выпуске Пока терпимо, терпите Минздрав в крае попросил не вызывать врачей Без явной причины и лечиться самим Наркодилеры в соцсетях становятся активнее Как уберечь детей? БИСК отправил первую партию новобранцев Служить Родине Как набирают срочников в условиях пандемии? Сегодня в Барнаул прибыли Помощник федерального министра здравоохранения И главный анестезиолог-реаниматолог Российской Федерации Известно, что представители Минздрава России Посетят поликлиники Изучат работу красных зон в ковидных госпиталях Проведут консультации С алтайскими анестезиологами-реаниматологами По тактике лечения больных коронавирусной инфекцией По итогам рабочих поездок Будут даны рекомендации По организации медицинской помощи Также при необходимости Могут быть приняты решения Об оказании поддержки Региональному нашему региону Из федерального центра Кстати, на базе инфекционного отделения Центральной больницы Бийска Могут развернуть ковидный госпиталь Об этом сегодня заявили в Кровом Минздраве Увеличится ли штат врачей При этом не говорится Напомним, про инфекционку Бийска Активно говорили на прошлой неделе Тогда четверо сотрудников отделения Уставшие от нагрузки Заявили, что перестанут работать ночью И в выходные Официально отделение не работает С больными коронавирусом Но по факту там лечат ковид-положительных А кривая прироста пока не идет вниз За последние сутки на Алтае Плюс 210 новых зараженных Пять умерших Тяжело больных на этот момент 417 151 пациент подключен к аппарату ИВЛ Большую нагрузку сейчас берет на себя Скорая помощь Так жители Рубцовска Из боязни заболеть Уже в первую очередь Идут не в поликлинику А вызывают врачей на дом Если до пандемии В среднем за сутки было 150 вызовов То теперь до 300 Тем не менее Сотрудники службы скорой помощи Понимают ситуацию Если нужно Берут дополнительные дежурства По словам руководства Часть персонала Уже переболела коронавирусом Но подчеркивается Что заразились они Контактно-бытовым путем А не вследствие Профессиональной деятельности В организации Достаточно защитных средств А процессы налажены Если мы едем на вызов Где возможно Вероятно Какой-то был контакт с ковид Мы одеваемся заранее Конечно же Есть такой случай Что там вызов Допустим Очень плохо И ничего не понятно Заходим Видим Что там ковид плюс Костюмы у нас Всегда есть с собой В наличии Вышли Оделись Себя обезопасили И зашли дальше Обслуживаем все Как обычно Как минимум 16 тысяч Жителей края с ковидом И пневмонией Сейчас лечатся на дому Такие данные Сегодня на пресс-конференции Озвучили в Краевом центре Медицинской профилактики Так можно ли Диагностировать у себя Коронавирус Если невозможно Дозвониться в поликлинику И когда стоит Начинать паниковать Расскажет Ирина Корчагина Элементарно больно Может Как вы видите Мокрота появилась Желтая Зеленая Вот это Факт Присоединения Бактериальной флоры Только тогда Нужно назначать Антибиотики Дожидаться Желтой или зеленой Мокроты Мало кому хочется Поэтому желание Скупить все Антибиотики Впрок Понятно Люди особо Не рассчитывают На систему здравоохранения Однако врачи Не поддерживают Самостоятельное Применение Антибиотиков И других лекарств Против коронавируса Они могут Не только Не помочь Но и навредить Не нужно Заниматься Самолечением Единственное Только что Может призвать К самым банальным Противовирусным препаратам Которые Рекомендуют в аптеке И то бы я этого делать Не стала Без консультации врача Да очень сложно Сейчас попасть На прием к врачу Трудности есть Но это все решаемо Это сомнительно Хотя в крае Начали работать Так называемые Колл-центры На базе медучреждений Якобы туда Реально достучаться Если в свою Поликлинику Невозможно дозвониться Правда по телефону Вам например Не выпишут антибиотики И о своем самочувствии Придется объяснять На пальцах Вот эти колл-центры Созданы для чего Если появилась Одышка Или усилилась Активно Нажимается кнопка В программе Разработанной Минздравом Вызов Врача на дом Если пациенту Стало хуже Кнопка Вызов Скорой помощи И к этому больному Тут же выезжает То есть все Отработано С этим заявлением Могли бы поспорить Люди Которые несколько дней Ждут скорую Врача А потом резко Оказываются в реанимации Уже в крайне тяжелом состоянии Кстати по словам врачей Сейчас едва ли не самый яркий Симптом коронавируса Потеря обоняния Советую также следить За сатурацией И конечно Это сатурация кислорода Это пульсоксиметры Это прибор Который Настолько четко Они есть в гаджетах Во многих сейчас Которые кстати Неплохо мерят Вот Но лучший приборчик Он стоит от тысячи рублей В интернете Можно его взять Только вот не у каждого Пенсионера Есть такие часы От яблочной компании Стоимостью около 40 тысяч рублей Которые измеряют сатурацию А вот купить Качественный пульсоксиметр С лицензией Всего за одну тысячу рублей Это что-то из области фантастики Дорожают и лекарства Что еще больше пугает Их по-прежнему Нет в аптеках региона Допустим по моей сети Вот мы получаем Порядка тысячи упаковок Антибиотиков Раз в неделю Я могу сказать Что этой тысячи упаковок Ранее хватало На три месяца работы Дефицит лекарств Фармацевты связывают Не только с искусственным спросом Но и с цифровой маркировкой Которая затормозила Продажу препаратов Например в аптеке Упаковка таблеток есть А продать ее нельзя Такие трудности Испытывают многие регионы В пятницу Систему маркировки Решили временно заморозить Специалисты заверили Уже на этой неделе Ситуация в аптеках края Не будет такой напряженной Мы сейчас не дожидаемся Когда нам даст поставщик Подтверждение о том Что товар можно дальше двигать И мы его просто продаем Через контрольно-кассовую технику Кстати в конце пресс-конференции Врачи посоветовали Принимать витамины Д, С, квашеную капусту И лимон Да и что еще остается Когда коронавирус не отступает Самолечением заниматься нельзя А попасть в больницу Сложно даже через связи И за деньги Ирина Корчагина Николай Шилко День с толка Однако только при остановке И маркировке лекарств Дефицит не устранить Многих противовирусных И антибиотиков нет В достаточном количестве На самих заводах-производителях И в ближайшее время не будет Пояснили нашему телеканалу Руководители аптечных сетей Антибиотики такие как Азитромицин Левофлоксацин Цефтриаксон Супрекс Действительно Нарушены поставки От поставщиков Нет на полках в аптеках Поставщики пока не обещают поставок А их нет на складе Или не успели произвести Заводы-изготовители Не готовы были К такой волне Ажиотаж массово Везде Не только в нашем крае Поэтому не справляются пока Не справлялись До недавнего времени С нагрузкой И Барнаульские Патологоанатомические отделения Для вскрытия умерших от коронавируса Напомним, ранее было два отделения При горбольнице 11 И РТП Мест там катастрофически не хватало Теперь появилась третья Дополнительные места подготовили На базе Центра охраны материнства и детства Там работают два специалиста Еще трое патологоанатомов Из числа сотрудников медуниверситета Вскрытие, которыми раньше занимались В Центре охраны материнства и детства Теперь проводят в Краевой клинической больнице Это, по мнению властей Должно разгрузить подслужбу Добавим, что бурное обсуждение Этого вопроса началось сразу После публикации в соцсетях Видео с телами умерших В подвале Барнаульской больницы После этого Краевой Минздрав Подключил дополнительные кадры И площади Теперь под хранение Тел используют и морг Третьей горбольницы Расплатились сполна А вот обещанного новоселья Ждут три года Возле печально известного Долгостроя на проспекте Ленина 195А Вновь прошел пикет На этот раз отчаявшиеся дольщики Обратились за помощью Главе Чеченской республики Зачем и как он может помочь Узнаете в сюжете Марии Микшута Холодная сырая погода Не пугает Нервы на пределе Силы уже не те Сегодня пенсионерка Ольга Шингальс Как и остальные дольщики Вновь пришла на пикет Три года Эти люди Заложники Злосчастного долгостроя Куда наши деньги ушли Я внесла все деньги сюда Полностью рассчиталась И три года жду И каждый раз обещает 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 Но пока ничего не вижу Застройщик обещал Сдать объект Еще в сентябре 2017 Сроки передвигались Несколько раз А иногда стройка И вовсе останавливалась Пока люди ютятся На съемных квартирах У некоторых На оплату временного жилья Уже просто нет денег А тут еще и пандемия Подкосила семейный бюджет Мотаться с вещами Я уже несколько Сменила мест жительств И сейчас Опять в очередной раз У меня Квартиру надо освободить И вот мне Как говорится Хоть плачь Но мне нужно жилье Я не знаю даже Кто нам Как говорится Господь Бог Только может помочь Дом с нехорошей историей Уже известный в городе объект По мнению дольщиков Перестать долгострою Быть таковым Мешают судебные приставы Они накладывают Арест на имущество Застройщика После чего Получают предписание Его отменить И снова арестовывают И так по кругу Квартиры нет И перспектив Вообще не вырисовывается То есть по факту Мы бьем во все колокола Вот Нам администрация Помочь не может Отказывается Откровенно говорит Что мы в принципе Не можем решить эту ситуацию С тем что Приостановлено финансирование Объекта Судебными приставами Когда наконец люди Смогут встретить Долгожданное новоселье Мы вновь решили Узнать у застройщика Следующим этапом Внутренней работы По четвертому подъезду И реальная сдача Возможно В течение двух месяцев Вот сейчас мы Закрываем контраблагоустройство И доделаем Отстатки инженерной сети В четвертом подъезде Однако дольщики уверены Что все работы Это показуха Это видео они сняли Сразу после завершения пикета Рабочих осталось Ровно два человека И один человек В тракторе Все ушли Даже каменщики убежали Люди неоднократно Обращались за помощью К местным властям Но безуспешно Поэтому отчаявшиеся дольщики Решили попросить о помощи Главу Чеченской республики Рамзана Кадырова Через него они надеются Достучаться до президента страны Письма, которые отправляли Лично Путину До адресата не доходят Люди уверены Их перехватывают А Кадыров с Путиным Единомышленники Уважаемый Рамзан Кматович Мы, жители России Видим, как вы Цените и развиваете Семейные ценности Мы, жители Барнаула Представляем сотни семей России Которые призывают вас Помочь нам Получить оплаченное нами Жилье Мария Микшут Андрей Печоркин День с толком В период пандемии На Алтае активизировались Наркодилеры И заявляют сотрудники Реабилитационных центров Для зависимых По их словам Распространители Все более навязчиво Вербуют молодежь В социальных сетях Как уберечь детей От опасной ловушки И как живут те Кто не смог ее избежать В сюжете Никиты Рымакова Сейчас Вячеслав Можно сказать Тоже в сетях Но в железных За решеткой Парень вот уже Больше четырех лет Сел по известной 228 Причем это его Второй срок Говорит Была бы возможность Повернуть время вспять Никогда бы не связал Свою жизнь С наркотиками И в свое время Отказался бы От легкого заработка Продажи наркотиков Раскаиваться Это ни к чему Хорошему не приводит Это все затягивает Сильное болото Можно так сказать И жизни никакой С этим нет Жизнь постепенно Начинает рушиться А потом уже Начинаешь понимать Когда попадаешь В эти места Лишения свободы И как бы Тяжело Это все Сознавать И лучше На самом деле Жить спокойной жизнью По словам Вячеслава Про работу курьером А по факту закладчикам Он узнал из социальных сетей Ему предложил Поработать дилер Тогда В 2011 Распространители Будущим закладчикам Писали в открытую Сейчас же Они массово Рассылают сообщения О работе курьером С высоким доходом Причем Получателей писем Отбирают Рассылка идет Исключительно Молодым людям И не связанных с законом То есть Неработающих В правоохранительных органах И предрасположенных К вредным привычкам Требуются закладчики Работать 3-4 часа в день В зависимости Как справишься График подбираем Индивидуально Тебе дают адрес Где лежит сверток И ты гуляючи по району Его перепрятываешь Если допустим Такие предложения Поступают И Вы понимаете То есть Явно что Это Предложение То есть По закладкам По распространению Наркодистских веществ Можно обратиться В правоохранительные Органы Соответственно Это будет все Выявлено И со временем Эти сайты Заблокируют Это очень важно Специалисты говорят Что в период пандемии Наркобизнес Набирает обороты Он постоянно Мимикрирует Сейчас активная атака На молодежь идет Именно в мессенджере Телеграм Соблазняют легкими деньгами Десятки А то и сотни подростков Правоохранители Предостерегают родителей Интересуйтесь жизнью Своих детей И способами Их заработка Ведь закладчиков Все равно находят Это лишь вопрос времени В настоящее время В учреждениях УИЗ Алтайского края Содержится 7200 осужденных Из них 1870 Осужденных За преступления Связанных с незаконным Организм Наркотических средств 570 Осужденных За данное деяние Совершенные В крупном И особо крупном размере Все осужденные С зависимостью Находясь под заключением Проходят курс лечения И реабилитации А специалисты И эксперты Настоятельно рекомендуют Сразу отказываться От предложений Незаконного заработка И незамедлительно Обращаться в органы полиции И Роскомнадзор Который блокирует Враждебные группы Никита Ермаков Александр Антропов День с толком Первая партия Бийских новобранцев Отправилась К местам Прохождения Воинской службы Где именно Ребята будут Отдавать долг Родине Станет известно Только на сборном пункте Но прежде Будущим солдатам Необходимо пройти Обязательное Тестирование На коронавирусную Инфекцию И еще раз Пройти Медицинскую комиссию Казан Анатолий Солдатские будни Для этих парней Начались уже сегодня В 5 утра Пройдя медицинский контроль Они получили Военный билет По плану Сегодня Должны были Отправить 12 человек Но один из новобранцев Почувствовал Недомогание И для него Служба начнется Чуть позже Такие сейчас Строгие правила 37 На температуру Уже не имеем Права отправлять Оставшиеся солдаты С вещами на выход Шаг еще не строевой Но этому они научатся За время прохождения Службы В вооруженных силах Для Максима Дворецкого Вопрос Идти в армию Или нет Решен с детства После окончания службы Намерен остаться По контракту И стать военным Хотел упасть В космические войска То есть ракетные К примеру У него зенитные комплексы Получать военную профессию К примеру Ну ракетчик Если так правильно называется Даниил Трубачев Уже полгода Рвется на службу Рад Что сегодня Он в числе первых Я готовился Я участвовал В юной армии Два года Думал Что меня заберут летом Летом не забрали Вот сейчас Пошел служить Из-за пандемии Коронавируса Поменялось многое В том числе Перед отправкой Уже нельзя Попрощаться С родными Но одну традицию Нарушать не стали Микроавтобус С призывниками Отправляется На сборный пункт Под легендарный марш Прощание славянки Провожала Своего младшего брата Все дружно провожали его Будем ждать Чтобы он отслужил Хорошо у нас И чтобы все мальчишки Отслужили И нормально Чтобы вся служба У них прошла Я провожала парня Ну настрой Боевой Ждать Не так уж Много год Всего лишь Осенняя призывная Компания Стартовавшая 1 октября Продолжается Столпотворений И очередей Нет Военкомат Парни приходят В строго Отведенное время В первую очередь Вызываются Ребята Которые непосредственно Сейчас Осенью Уйдут Войска Остальные категории Имеющие Отсрочку Право на отсрочку Которые ограничены Нагодные По состоянию здоровья Будут вызываться В последнюю очередь Призывная комиссия Работает каждый день С перерывами На проветривание И дезинфекцию Помещений Без этого никак Безопасность В период пандемии Здесь под особым контролем Маска Обязательная термометрия И обработка рук Попасть на призывной пункт В этом году Можно только так Через санитарную зону Причем касается Это не только Будущих новобранцев Но и всех членов Призывной комиссии Небольшое помещение Недавно оборудовали Бактерицидным Рециркулятором Устройство Которое Обеззараживает Воздух А также Безконтактный термометр Это подарок От фонда Депутата Государственной Думы Александра Прокопьева В настоящее время Ну наверное Это является Одной из самых Стерильных комнат У нас На призывном пункте Оборудовано Всеми необходимыми Средствами Антисептиками В ходе осенней призывной Компании Ряды вооруженных сил Пополнят Порядка 200 парней Из Бийска Бийского И Салтонского районов Они будут служить В разных частях И в разных уголках Нашей страны Уже известно Что один из Бийских новобранцев Отправится В президентский полк Евгений Плохотин Андрей Сегаев День с толком В последнее воскресенье Октября Водители отмечают День автомобилиста Как не прогадать И выбрать надежное авто Расскажем в следующем сюжете А на этом у меня все Спасибо всем Кто нас смотрит И не только по телевизору Но и в социальных сетях И на нашем канале В ютюбе Также для вас работает Телефон нашей редакции 205-545 Через несколько секунд О погоде Спонсор прогноза Компания Стройрегион До встречи